Общий объем так и остался 7 тысяч километров в сутки. И этого достаточно для 10 тысяч человек. Очистные сооружения в деревне Папушево строились в 1972 году. За время эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в замене или ремонте. Реконструкция стала возможна благодаря программе губернатора. Финансирование осуществляется из регионального и местного бюджетов. Многое уже сделано. Практически все здания и сооружения уже попали в реконструкцию в той или иной степени готовности. На сегодняшний день это уже больше 80%. И, как я уже сказал, до декабря эта работа будет завершена. Мы получим новые очистные сооружения с современным качественным оборудованием, с современными стандартами. Строители смогли провести работы без отключения агрегатов. Важно и то, что на объекте нет замечаний по качеству и срокам исполнения. Новый блок емкостных сооружений полностью готов. Старый блок на 75%. На данном этапе еще не закончена система доочистки, которая будет закончена в ближайшие полтора-два месяца. Будет пущен в работу цех механического обезвоживания и цех доочистки. Также будет закончено строительство котельной, которое обеспечивает теплом всех потребителей данного объекта. На объекте выполнено переключение на новый очистной блок. Уже к концу года проектная мощность обновленных очистных сооружений составит 7 тысяч кубометров в сутки. Этого будет достаточно для территории, на которой проживают около 10 тысяч жителей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.